Добрый день, уважаемые жители Республики Сахай-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженной. Необходимо обратить внимание на то, что по данным управления Роспотребнадзора на 3 сентября 2021 года зарегистрировано 147 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом в столице нашей Республики зарегистрировано чуть меньше 90 случаев, 86. В Камбяйском, Вилюйском и Нерегуринских районах по 5 случаев. По 4 случая зарегистрировано в Ангинском, Ленском, Мирнинском районе. По 3 случая зарегистрировано в Булунском, Мегиноконголасском, Намском, Среднеколымском и Устьянском. По 2 случая зарегистрировано в Валаиховском, Верхоянском, Момском, Усть-Алданском, Ханголасском, Чуропчинском и Винобытантайском. По 1 случаю зарегистрировано в ряде районов в Верхневилюйском, Маймеконском, Олегминском, Сунтарском и Татинском. Лаборатории Роспотребнадзора и учреждения здравоохранения Республики продолжают осуществлять тестирование на новую коронавирусную инфекцию. Помимо тех, кто находится и имеет признаки ОРВИ, а также находится в контакте с заболевшими коронавирусной инфекцией, в качестве субъектов, которые исследуются и являются люди, которые приезжают сюда для работы как в порядке и непосредственно вахтовой работы у наших недропользователей, так и в целом для работы на объектах Республики Сахая-Кутя. За сутки было сделано 3 965 исследований. Вообще, с начала пандемии в Республике обработано уже порядка около, скоро будет полутора миллионов тестов на новую коронавирусную инфекцию. Значит, на настоящий момент наиболее важной задачей является это сохранение санитарного благополучия в Республике благодаря действиям, которые осуществляются посредством вакцинации. На настоящий момент в Республике 461 755 доз вакцины «Спутник Лайт». Начата массовая ревакцинация тех, кто вакцинировался более полугода назад. И, соответственно, уже на сегодня первую вакцину у Республики получили 302 480 человек. Ревакцинировано уже 4590 человек. И с той вакцины, которая непосредственно сегодня есть на территории Республики, 70% от общего объема у нас использована. Необходимо обратить внимание, что вакцинация является первейшей задачей, поставленной сегодня перед органами государственной власти, учреждениями здравоохранения Республики. И, соответственно, заслушивается на ежедневном докладе состояние вакцинации по наиболее проблемным точкам. Сегодня, после заслушивания вчера ситуации в Верхневилюйском УЛУСе по низкому уровню вакцинации, сегодня получено поручение главы Республики выехать в Верхневилюйский УЛУС для того, чтобы разобраться с ситуацией с низкими темпами вакцинации. И, соответственно, группа оперативного штаба сегодня выйдет в Верхневилюйский УЛУС. И завтра уже мы дадим информацию о том, что же является причиной низких темпов вакцинации в Верхневилюйском УЛУСе. И, соответственно, проведем организационные мероприятия, направленные на то, чтобы восстановить, во-первых, санитарно-педемиологическое благополучие и в этом УЛУСе Республики. Продолжение следует...